добрый вечер друзьям хотел поделиться новостью нашей калифорнийской в масштабах штата достигнуто или так почти что достигнуто соглашение между разными сторонами о том чтобы увеличить минимум заработные платы в штате калифорния до 15 долларов в час и разные юрисдикции в стране в штате имеют возможности делать это на территории своей юрисдикции я если не ошибаюсь то по моему в городе сиэтл штат вашингтон там как раз эти 15 долларов в рамках города но сами понимаете что власти города не могут установить такую ставку на весь штат а вот тут идет речь о том что во всем штате калифорния будет 15 долларов в час и они это делают не в один день то есть где-то я боюсь соврать 2001 к 2002 году 2021 2022 году это произойдет там сейчас есть разные схемы на обсуждение и как это будет происходить там первый год там доллар потом 50 центов потом по доллару каждый год там в общем это все не не мгновенно произойдет с тем чтобы экономически там все успели подстроиться и так как-то потихонечку чтобы это все произошло не не стрессово но в общем решение такое принято дело в том что как каждый раз когда выборы в штате происходят в бюллетень выборные вставляют какие-то вопросы референдума вообще в штате калифорнии очень принято проводить референдум здесь такое прямое голосование прямое участие избирателей в решении тех или иных вопросов очень распространено так вот уже есть предложение по поводу 15 долларов которое включено в референдум референдум соответственно состоится в тот самый день когда произойдут общенациональные президентские выборы но в этот же день будут выбираться и в палату представителей она полностью обновится и треть сенаторов тоже будет значит там меняться и так далее но вот в частности какие-то калифорнийские значит меры в частности вот это то есть это как бы уже есть но речь идет о том чтобы договориться там всем кто заинтересован там и профсоюзы и government местный и там законодательные органы штата калифорнии вот они хотят договориться чтобы уже не надо было ничего вставлять там в эти в референдум причем пишут так что в общем то все абсолютно стороны которые участвуют в обсуждении искренне заинтересованы в том чтобы эта мера была принята и фактически у них все обсуждение сводится только тому как это лучше сделать правильнее сделать то есть такое конструктивное что ли обсуждение и мы понимаем с одной стороны что штат калифорния в целом он как бы подороже жизнь подороже чем во многих других штатах с другой стороны мы говорили много раз я еще раз напомню что основная территория штата калифорнии не такая дорогая как кремниевая долина или там еще там пару мест на побережье вдоль океана так в целом штат калифорнии он не дороже чем любой другой поэтому я думаю это будет очень хорошая такая мера для тех кто не живут дорогих местах а для тех кто живет дорогих местах соответственно это будет некоторым облегчением хотя я думаю что именно в этих местах эффекта будет меньше потому что самые большие подорожания произойдут именно именно в тех местах которые так уже дорогие так я предполагаю мое понимание последствий такое, но тем не менее тем не менее, и я думаю что вот если мы посмотрим на Берни Сандерса, который говорит, что вот станет он президентом он ведет 15 долларов в час значит там по всей стране и хотя это не сильно ему помогает то есть многие люди не верят, что это вообще возможно но вот например Хилари Клинтон говорит, что надо сделать 12 долларов в час что в общем-то тоже существенно больше чем сейчас мы имеем в разных штатах где 7, где 8 где-то 10 даже есть в общем вот такая интересная история для тех, кто может быть собирается переселиться в Соединенные Штаты в ближайший год, 2-3 там и так далее вот если они окажутся в Калифорнии то это на них непосредственно скажется, так я думаю как в плане зарабатывания большего количества денег так и в плане повышения цен относительно тех, которые сегодня есть потому что повысить зарплату без того, чтобы цены выросли я не очень понимаю, как это возможно поэтому скорее всего и то и другое произойдет единственное, что те, кто получает больше они получат увеличение цен но не получат увеличение зарплаты те, кто получают 30, 40, 50 долларов в час до них повышение зарплаты не докатится а те, кто получает сегодня 15 когда минимум будет 15 они может быть будут получать 18 а там может быть и 20 вот они скорее всего получат ощутимую какую-то прибавку а те, кто и так хорошо получают прибавка это будет за их счет потому что они будут больше платить за то, за что они сегодня платят меньше так я думаю ну посмотрим это очень интересно будет наблюдать как бы в реальном таком мире в реальном времени счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok